В самое ближайшее время ожидается первая очная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. И вот, накануне этого двустороннего саммита, сырьевая полуколония, кои недоброжелатели иногда называют нашу страну, послала западным партнерам серьезный политический сигнал. Фонд национального благосостояния намерен избавиться от всех своих активов в долларах, переложив их в европейскую и китайскую валюты, а также в золото. Озвучено данное решение было на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Так, какой же месяц Москва хотела бы донести Вашингтону? Напомним, что ФНБ формируется из сверхдоходов от продажи на экспорт российской нефти при цене свыше 40 долларов за баррель. Все, что сверху изымается и складируется в резервном государственном фонде, будучи разложенным по различным низкорисковым активам, в том числе за рубежом. Политика ФНБ часто подвергалась заслуженной критике за то, что он служит неким финансовым насосом, выкачивающим деньги из отечественной экономики и направляющим их в экономику конкурирующих с нами западных стран. И очень большая доля правды в этом действительно есть. Но в последнее время с фондом начали происходить достаточно серьезные трансформации. Сперва было объявлено, что его ликвидная часть, превышающая 7% ВВП, будет инвестирована в российские инфраструктурные проекты, о чем мы подробно рассказывали ранее. Теперь очередь дошла до его полной дедоларизации. Что же это может означать? На сегодняшний день структура ФНБ выглядит следующим образом. Доли по 35% в нем занимают соответственно доллар и евро, юань 15%, британский фунт 10%, японская и краткое равно и на 5%. После обещанной трансформации на европейскую валюту придется 40%, на китайскую 30%, на фунт и краткое равно иону, по 5%, а доля золота вырастет до 20%. Вот это действительно называется дедоларизацией не на словах, а на деле. Почему это было сделано именно сейчас, когда журналисты и камеры всех международных новостных агентств чутко улавливают каждое сказанное слово. Вот что сказал пресс-секретарь президента Путина дедоларизации, он постоянный. Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Да, это политическая декларация и чисто политическое решение. На весь мир, в Кремле говорят, что финансовая база в виде нужного всем доллара, на которой стоит гегемон, постепенно расшатывается. Но что тогда придет на смену американцу? Не наши же деревянные? Нет, конечно же нет. До статуса мировой резервной валюты российскому рублю еще очень и очень далеко. Но есть евро, есть юань, есть золото. И об этом хочется поговорить чуть подробнее. Если помните, мы уже рассуждали на тему того, что главной целью современной внешней политики США будет остановить или хотя бы замедлить экономическое развитие Китая, своего главного конкурента. В рамках данной задачи Вашингтону необходимо выбивать потенциальных союзников вокруг Поднебесной, перекрывать ей новый шелковый путь из Азии в Европу, выдавливать китайцев из их колоний в Африке и Латинской Америке. Заставить Кремль занять враждебную или нейтральную позицию по отношению к Пекину в идущей геополитической борьбе КНР и США. Вот главная цель встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. И что делает Москва? Демонстративно избавляется от долларов в своих международных резервах и покупает евро, юани и золото. Тем самым российское руководство показывает Вашингтону, что не готова слепо следовать в фарватере американской политики и будет играть свою собственную игру. Также интересна история с золотом. Благодаря активной скупке желтого металла, наша страна поднялась на пятое место в рейтинге его крупнейших держателей в мире и могла бы занять место еще выше. Однако в 2019 году Центробанк принял весьма неоднозначное решение, сократив объемы закупки золота. Россия является одной из ведущих золотодобывающих стран, а ЦБ РФ – его основным внутренним потребителем. Но в мае 2019-го мегарегулятор ввел сам для себя дисконт на покупку драгоценного металла, и производителям стало выгоднее продавать его за рубеж. Экспорт золота моментально подскочил в семь раз, и пошло оно в столицу Великобритании, Лондон, знаменитый золотой хаб. В апреле 2020 года Центральный банк принял решение вообще приостановить закупку желтого металла со следующей формулировкой. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке. Что ж, видимо, ситуация и правда серьезно изменилась, коли вместо зеленой бумаги, напечатанной и порезанной в США, ведомство Эльвиры Набиулиной готово скупать китайскую и европейскую валюты, а также золото, извечное мерило ценности.